Доброе утро, дорогие друзья! Извиняюсь за опоздание, что-то ни туда, ни на те кнопочки нажимал, и все. Так всегда, так всегда, значит, происходит в жизни, так всегда происходит в жизни, что ты нажимаешь на какие-то кнопочки. Все время ты нажимаешь на какие-то кнопочки, делаешь какие-то действия, и потом у тебя получаются какие-то результаты. Иногда то, что ты ожидаешь, иногда вообще не то, что ты ожидаешь. Такая жизнь. И в принципе вся наша жизнь заключается в том, чтобы научиться понять, какие надо делать действия, потом делать эти действия и все люди в мире одинаковые, все ждут хороших результатов, все хотят, чтобы было хорошо, со здоровьем, в семье, с деньгами. Все люди, они мечтают, чтобы их ожидания выполнялись, в этом как бы смысл человека, человеческой жизни, что у каждого из нас есть набор ожиданий от жизни и мы ждем, что вот они исполнятся и нам будет хорошо, все, вот это вот, вот вся их жизнь. Теперь мы изучаем Тору, мы изучаем Тору для того, чтобы, изучая Тору, понять вообще, где мы находимся и что Всевышний от нас хочет, то есть это такой взгляд от создателя мира, как инструкция по миру, потому что каждый человек живет в каком-то своем сценарии, в каком-то своем сериале, который ему дали те, кто его ввели в этот мир, родители, воспитатели. И дальше человек живет в этом сценарии и пытается в нем преуспеть, но часто бывает, что не, чаще бывает, что не преуспевает, вот, поэтому мы сейчас исследуем сценарий, который называется Тора, от создателя мира. Я лично верю, полной верой, что есть творец мироздания, который создал мироздание, создал человека и дал этот сценарий, говорит, вот, знаете, пользуйтесь, называется это Тора. Да, всем шалом, доброе утро. Теперь, значит, мы сегодня, мы изучаем по книге Хитас, Хумаш, это Пятикнижия, Тейлим, Псалмы и Тания, вы можете скачать, вот, есть ссылочка, если вы видите, прямо где-то написано слово Ваикра, если вы на него нажмете, то вы сможете, вы сможете скачать прямо, вернее, подписаться на телеграм-канал, и там есть эта книжечка, по которой мы учимся. Значит, сегодня, до того, как мы начинаем изучать Пятикнижия, новую главу, сейчас мы находимся, новая глава, и Жил Яков называется эта глава. Значит, до этого есть две идеи Любавичского Рэба, которые, вот, очень интересные. Значит, первая идея, она о том, что предыдущий Рэба, один из Любавичских Рэба, Цемак Цедок его звали, он говорил учителям, которые занимались с его внуками. Говорят, что он им просил, чтобы эти учителя с внуками, отдельно, это было дополнительное, как бы, занятие, изучали смысл слов молитвы. То есть, он говорит, смотрите, человек молится иногда, да, но он не вдумывается в каждое слово, он не понимает. И, вот, он говорит, что, вот, возьмите слова, там, например, ну, самое главное слово в молитвах, вообще, во всех еврестиях, это слово барух. Барух, это благословен. Вот, человек, он говорит, барух, ашем, слава Богу, например, да, благословен Бог. А что значит благословен вообще? И, вот, он говорил учителям, чтобы они, изучая слова молитвы, именно простой смысл слова. Когда ребенок изучает смысл слов, вот этих, которые он произносит, глубоко, то он совершенно по-другому молится. Он, как бы, входит в слово. И, значит, вот, слово барух, например, благословен, что оно значит? Благословен, это значит увеличение того, что ты благословляешь. То есть, ты просишь, например, пусть будет благословен твой дом. Значит, имеется в виду, чтобы в твоем доме было больше хорошего. Или благословен Всевышний. Как ты его благословляешь? Чтобы в твоей жизни было больше связи со Всевышним. Теперь, дальше. Сегодня тоже есть одна идея. Я начну, до того, как мы начнем изучать хумаж, эти книжа. Я хочу сказать идею из Тани. Вот сегодня как раз седьмая глава. И я, когда утром изучал как раз Хитас, так поглубже, чем мы вместе изучаем. Я чуть старался поглубже узнать. Там было, в седьмой главе, была очень интересная одна такая идея, которая просто, я считаю, что это центральная идея вообще всего, всего служения Всевышнему. Центральная идея, вот прям для меня это был сегодня прорыв просто такой, да, в понимании. Там объясняется такая вещь, что человек, который ест кошерную еду, но его намерение при поедании этой еды доставить удовольствие себе, эта еда, она становится, не то чтобы она становится не кошерной, но в духовном плане она этого человека опускает на более низкий уровень. Но если он ест кошерную еду с намерением служить Всевышнему, то есть, если он ест то, что называется, его все твои дела пусть будут во имя небес. В Перте вот есть такая идея, чтобы все твои дела были во имя небес. И вот он садится кушать. Вот я сейчас, например, сел проводить урок, у меня есть кофе. Я до того, как я скажу благословение на кофе, я говорю, что мое намерение, чтобы это кофе дало мне больше энергии и сил, чтобы служить Всевышнему, то в этот момент этот кофе, он присоединяется, ну там, выводит меня на духовный уровень, на котором я до этого не был. То есть, когда у человека есть намерение в его действиях во имя небес, то эти действия сразу же становятся, как выводят его на духовный уровень. Когда он делает даже духовную работу, например, он молится, но чтобы про него плохо не подумали, или он кушает кошерную еду, просто чтобы нажраться, ну, вкусно ему, да, например, то он даже святые вещи может сделать не святыми. То есть, насколько сила намерения, она является определяющим во всем. И получается, значит, Значит, получается, что Вот в хасидских седурах есть перед выполнением заповеди, есть такой еще отрывочек, достаточно длинный, который начинается словами Вот я, значит, готов и подготовлен, собранный такой, выполнить заповедь Всевышнего. То есть, они настраиваются перед любым действием на то, чтобы это действие перевело его к Всевышнему. Это очень важная вещь. И если вот я для себя сегодня утром подумал, что я сегодня буду перед любым практическим действием задавать себе вопрос, а как это связано с служением Всевышнему? И буду намерение формировать, чтобы, например, у меня будет какая-то там деловая встреча, чтобы эта деловая встреча принесла мне деньги, чтобы я мог лучше служить Всевышнему, чтобы я мог прославлять имя Всевышнего и так далее. Таким образом, можно любое свое действие вывести на уровень служения Всевышнему, что тебя, естественно, в духовном плане поднимает на следующий этап твоего развития. Теперь дальше. Дальше мы начинаем изучать глава Ваехи. Это глава Торы, значит, одна из последних глав книги Берешит, первой книги Торы. И начинается она словами «Ваехи Яаков Берет Смитсраем. И жил Яаков в земле Египта Швайсра Шана 17 лет». Значит, вот пришли Яаков и вся его семья пришли в Египет по приглашению фараона и его помощника, премьер-министра Йосефа. И, значит, 17 лет он прожил в Египте Яаков. Ваехи Ямэ Яаков и было всего года в жизни Яакова 7 лет, и 40 лет, и 100 лет. 147 лет. Значит, 147 лет прожил Яаков. И приблизились годы жизни Исраэля к смерти. Все, он уже подошел к смерти. Интересно, что он прожил 147 лет, это было на 33 года меньше, чем прожил его папа Ицхак. И когда его спросил фараон, сколько же тебе лет, и он ответил, что плохие, тяжелые годы моей жизни, то столько слов, сколько было в вопросе фараона и в ответе Яакова, столько же лет он прожил, вот как раз 33 слова, 33 года он прожил меньше, чем Ицхак. И отсюда учится, ну хорошо, то, что он пожаловался, что тяжелые были мои годы, ладно, за это можно снять. То есть, когда человек сам живет в ощущении, что ему плохо жить, понятное дело, что это снижает его годы жизни, даже уже доказали это психологи, это психосоматика, да, то есть, если человек, он в стрессе, в такой, в депрессии, это, конечно, ухудшает его здоровье. Но почему за вопрос фараона снизили ему? Так, я слышал такой ответ, что, когда Яаков зашел, он выглядел очень старым и по привычке такой, ну, он не выглядел радостным, да, он был много лет, он 22 года был в трауре по Иосефу. То есть, он выглядел, как будто бы он в трауре. И за то, что он так выглядел, что он в трауре, и он не был радостным, фараон поэтому спросил, а сколько же тебе лет, он так плохо выглядел. Так это уже за это Всевышний с него снял. Значит, приблизились годы Исраэля к смерти, и позвал он сына Иосефа, и сказал ему, если я, вот смотрите, как папа разговаривает с сыном, обратите внимание, те, у кого есть дети, на то, как он обратился к сыну. Он говорил, им на, если, пожалуйста, мацати хен бейнеха, нашел я милость в твоих глазах, то есть, насколько красиво, вежливо, он говорит, если нашел я милость в твоих глазах, дай руку, положи руку ко мне на бедро. В то время была только единственная заповедь, которую Бог дал, это заповедь обрезания. И он ему говорит, положи руку поближе к заповеди обрезания на бедро, и сделай со мной, пожалуйста, хесет и истину, истинный хесет, сделай со мной истинное милосердие. Пожалуйста, не хорони меня в Египте. Так он его попросил. Значит, попросил он, и что? Дальше он продолжает свою просьбу, он объясняет, почему он просит, чтобы его не хоронили в Египте. Я хочу лежать вместе с моими отцами, с моим папой Ицхаком и с Авраамом. Вытащи меня из Египта, вынеси меня из Египта. И похорони меня в их могиле. То есть, Яков, как мы знаем, он похоронен в Марата Махпела, в Хевроне, в печери про отцов. Значит, Вайомар, и сказал ему Йосеф, Анухи, Эсек и Двареха. Он говорит, я сделаю, как ты сказал. И тут тоже я вспоминаю комментарий Равыцка Казильбера. Вот насколько важно учиться у великих праведников, потому что каждое их слово, оно прям врезается в память, не знаю почему. Мне этот комментарий очень врезался в память. Он говорит, когда Йосеф ему сказал, я сделаю, как ты сказал. И он перелистывает, значит, несколько глав. И там, когда Йосеф умирал, и он сказал своим сыновьям, значит, сказал своим сыновьям, вынесите меня. Когда Всевышний вас вспомнит и выведет из Египта, то вы же меня тоже заберите и похороните меня в Израиле. И когда он сказал отцу, я сделаю, как ты сказал, он имел в виду не только то, что я сделаю сейчас, как ты меня попросил. А он сказал, когда я буду умирать, я сделаю, как ты сказал, а не Исека Двореха, я сделаю точно, как ты сказал. То есть это очень важная вещь, что мы у своих родителей, мы учимся и хорошему, и плохому. И когда родитель, он говорит что-то своему ребенку, то он на него как бы накладывает вот эту модель. И осознанные люди, да, как Йосеф, он знал, что его папа велик и праведник, который со Всевышним, он получил имя Исраэль, да, Исраэль прямо к Богу. И, значит, он ему говорит, я сделаю точно, как ты сказал. Раз ты так сказал, значит, я так же сделаю. Хорошо. И дальше вдруг странная вещь. И сказал дальше Яков. Тот ему говорит, папа, я сделаю, как ты сказал. Что ему отвечает Яков? Яков, яков ему говорит, Вайомер, Ижбали, поклянись мне. Что он ему не доверял своему сыну Йосефу. Йосеф, его называли Йосеф праведник. Зачем папа сказал ему, поклянись мне? Вайшавало. И он ему поклялся. Вайштаху Исраэль аль-Роша-Мита. И поклонился Исраэль к изголовью в своей кровати. Почему он поклонился? Поклонился он, здесь есть два объяснения. Первое объяснение, что Йосеф уже был царь, да, и он ему поклонился, как царю. Второе объяснение, что когда больной болеет, то у него есть божественное присутствие рядом с ним. И он поклонился божественному присутствию. Два таких объяснения. Но возникает вопрос, почему он его попросил поклясться? Почему он его попросил поклясться? И тоже я слышал это Травыцкая Казильбера за царь. Он говорит, вы знаете, была такая ситуация, была ситуация, когда он жил в Казани, что, значит, был там один врач, очень хороший врач. Его все любили, его все лечили. Он был лучший врач в Казани. Он был еврей. И у него жена была еврейка. И вот жена умирает, а он главврач какой-то очень важной больницы. И тут прибегают все руководители города, партийные там все эти самые, партийные все власти. И говорят там, не помню, как его звали, этого врача. Все, мы вас так уважаем. Мы вашу жену сейчас похороним по нашим советским законам в лучшем виде. Ему неудобно сказать, что она до конца жизни была соблюдающая, и что она хотела, чтобы ее хоронили по еврейским законам. И он не знал, что сказать, замешкался. И ее похоронили по советским законам, не по религиозным, не по еврейским законам, что было огромным страданием для него. И он уже тогда, когда он умирал, он своему сыну сказал, сыно говорит, поклянись мне, что ты меня похоронишь по еврейским законам. Сын ему говорит, а зачем клятся, папа, я тебя и так похороню. Он говорит, не для меня клянись. У тебя вокруг, когда я умру, тоже придут люди, скажут, чтобы ты хоронил по советским. Тебе будет неудобно сказать, потому что в советское время сказать, что ты живешь по религиозным законам, это было подписать себе как смертный приговор. Он говорит, скажи, что папа взял с меня клятву. Тебя же не заставят нарушить папину клятву. То есть, все на меня вали. И когда Яков сказал ему, поклянись, он это сделал не потому, что он не доверял Юсефу, а чтобы Юсефу было что сказать фараону. Чтобы Юсеф сказал фараону, ясное дело, что фараон предложил бы похоронить Якова в лучшей пирамиде, потому что все знали о его высочайшем духовном уровне. Когда он перешел в Египет, то прекратился голод, Нил поднялся навстречу Якову. То есть, он был, все понимали его высочайший духовный уровень и связь с Богом. И фараон сказал бы Юсефу, слушай, похорони, значит, похорони его, похорони его, значит, в пирамиде у нас здесь в Египте. И тогда Юсеф ему скажет фараону, уважаемый фараон, а вы понимаете, он 70 лет был вторым человеком в государстве, и сколько на него писали доносов, гадости, сколько пытались его свалить другие люди, вы не представляете, сколько это была конкретно против Юсефа война всех вот этих вот, которые были вокруг фараона. И нужно было настолько выстраивать отношения с фараоном, чтобы фараон ни на секунду не сомневался в преданности и в честности Юсефа. И поэтому Яков попросил Юсефа поклясться, чтобы Юсеф потом сказал фараону, я дал клятву отцу, отец меня попросил поклясться. Только поэтому я сейчас делаю не как сказал фараон, ну, фараон же не заставит его нарушить клятву, потому что если фараон верит в честность Юсефа, как он может ему сказать, обмани папу, нарушь клятву? Никак. И вот эта клятва, которую взял Яков с Юсефа, это была клятва, чтобы помочь Юсефу похоронить его в Израиле. Настолько он это все предусмотрел. И было после этих событий, то есть он заранее, Яков это все организовал, взял с него клятву, но еще не умер, то есть еще после этого прошло время. И было после этих событий, и сказали Юсефу, все, твой папа болен, и, значит, он уже приближается к смерти. Так как папа жил далеко, Юсеф взял своих двух сыновей и приехал в землю Гошин. Значит, как раз здесь Раша нам объясняет из устной Торы, что Эфраим все это время жил с дедушкой и учил у него Тору. И, значит, когда заболел Яков, и именно он поехал к Юсефу, сообщил, что Яков заболел, и Яков с Минаши приехали туда. Зачем он взял двух сыновей? Чтобы Яков их благословил перед смертью. И сказали Якову, что вот твой сын пришел, значит, Юсеф идет к тебе. «Собрался он с силами Исраэль и сел на ложе». То есть он сел на своем ложе, заходит Юсеф, заходит с ним два сына, и сказал Яков Юсефу, значит, сказал он ему так. «Эль Шадай, Бог Всесильный, Нерай Лай Белус, который показался мне в городе Лус, который открылся мне в городе Лус, Беретскнан, Зимлякнан, Ваеварех Ути, и он меня благословил». Значит, сказал он ему эти слова. И теперь он передает эти слова, которые Бог ему сказал. В чем было благословение? Благословение было в следующем. «Ваемер, Ваемер Лай, сказал он мне Бог. «И ныне Мафреха, я тебя сейчас делаю плодовитым. Верби Сиха, я тебя размножу. Венатати Халека Аля Мим, сделаю я тебя множеством народов. Венататиет Эрец Азот, и дам я тебе эту землю Лезареха для твоего потомства Ахареха, а после тебя Ахузат Алам, значит, вечным владением». И, то есть, Яаков сказал, что вот именно вот это благословение, которое я получил от Бога, я хочу сейчас передать тебе. И дальше он продолжает. «И вот твои два сына, которые родились у тебя в земле Египет, а они, мои они, он говорит, они мои, Эфраем и Минаше, они для меня, как Реувен и Шимон». То есть, он сказал, что твои сыновья, Юсеф, они стали для меня на уровень моих сыновей. То есть, он их поднял. «Это не мои внуки, они мне, как сыновья». И, значит, те, которые будут у тебя после этого, они уже будут в колене Эфраема и Минаше. То есть, будет, как Яаков поднял сыновей Юсефа на уровень своих сыновей. Так он сделал. Не будем сейчас вдаваться, зачем он это сделал. И дальше он ему объяснил одну вещь, которая для Юсефа была большой травмой. Смотрите. Значит, у Юсефа мама была Рахель. И когда они зашли в землю Израиля, то она умерла. И Яаков, он ее не похоронил в Марата Махпела в Хевроне, в могиле праотцов. То есть, там были похоронены Авраам и Сара, его дедушка, Ицхак и Ривка, его родители. И, значит, там было место для Яакова и для его жены. Яаков хотел изначально жениться на Рахеле, маме Юсефа. Но ему подменили невесту и дали, в первую очередь, старшую сестру Лею. И он женился вначале на Лее, потом ему дали Рахель второй женой. Когда они вернулись от Лавана в землю Израиля, то когда они зашли в землю Израиля, при родах Беньямина, брата Юсефа, умерла его мама Рахеля. Она умирает. И Яаков ее хоронит прямо там же, на дороге. Прямо на дороге. Мадила Рахеля, она как раз рядом с Иерусалимом, прям очень рядом. Но она не в Хевроне, не в Марата Махпела. И для Юсефа это была травма. Почему Яаков будет похоронен в Марата Махпела вместе с Леей, мамой остальных братьев? А почему его мама Рахель была похоронена на дороге отдельно, не в пещере праотцов? И сказал тогда Яаков ему перед смертью, «Ваони, бывой мипадан». И я, он говорит, «Когда я шел из Падана», это та земля Междуречия, да, Иран, «Мета Алла и Рахель, умерла у меня Рахель, Беретснан уже в земле Израиля, Бедерах в пути, Боот, Кеврат, Эретс, Лаво, Эфрата, Вейбрашам, Бедерах, Эфрата и Бетлехам». Он ему говорит, что «Когда я шел там, я ее похоронил возле Бетлехама этого». Почему? Почему я ее там похоронил? Это было мне пророчество. Это было мне пророчество. Он ему говорит, Юсеф, вот ты не думаешь, что я ее похоронил, что я ее не любил и так далее. Он ему говорит, я ее очень любил. Мне было пророчество от Бога, конкретный приказ, чтобы я ее там похоронил. Все. И дальше он ему это объяснил. Дальше у нас уже, конечно, закончилось время урока, к сожалению. Надеюсь, что вы перейдете по ссылочке, дочитаете. Дочитаете. Осталось буквально несколько отрывков. И, значит, ну, осталось несколько отрывков. Яков после этого смотрит на сыновей Юсефа, говорит, кто они. Юсеф ему говорит, это мои сыновья, которых дал мне Бог здесь. И сказал Яков, подведи их ко мне, и я их благословлю. И в следующей у нас главе будет как раз то благословение, которое он дал сыновьям Юсефа. И я вам скажу очень важную вещь одну. Что если вы хотите благословлять кого-то, себя, своих детей, кого-то, то очень важно взять из торы вот эти благословения, которыми Всевышний благословлял праотцов, которыми они благословляли своих детей друг друга, и этими благословениями благословлять своих детей, тех людей, которые для вас важны, потому что это именно благословение Всевышнего. Все, дорогие друзья. Я вам желаю, чтобы божественная сила, которую вы получаете из Торы, вы ее направляли на улучшение мира вокруг вас и чтобы Всевышний вам дал много ресурсов для служения Всевышнему, чтобы это было вот то, что сегодня утром я узнал из книги Тания о намерении, насколько намерение оно может сделать даже будничные дела божественными и даже религиозные дела, если намерение неправильное может сделать будничными. Это очень важная такая идея, информация, поэтому старайтесь добавить намерение служить Всевышнему во все свои дела. Как в Пертьявод сказал, это был Раби Йоси Акуэн, он сказал в Пертьявод во второй главе, что вы Кольма Асейха и Юли Шем Шамаем, чтобы все твои дела были во имя небес. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня и хорошей недели.